В Криминал-Информ многократно обращаются люди, которые, что называется, на ровном месте попадают в протаг и лишаются своих кровно заработанных денег. А угодить как кур во щит нашим согражданам помогают разного рода плуты, ловко играя на человеческом гаверии и тяжелом материальном положении, подавляющего большинства латвийцев. Мы все время думали, как нагляднее и доходчивее объяснить зрителям, как правильно действовать, чтобы не стать жертвой преступников. И вдруг одному из наших коллег на мобильный телефон пришло сообщение якобы от Теле2 о выигрыше в 200 латвов. Не воспользоваться таким случаем с нашей стороны было бы большим упущением, что мы, собственно, и сделали. Все началось с того, что мы позвонили по указанному в СМС номеру мобильного телефона. Разговор с неизвестным абонентом мы продемонстрируем нашим телезрителям в полном объеме, хотя бы потому, что в данную минуту комментарии излишни. Они будут к месту, ближе к концу сюжета. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне пришло сообщение на мобильник, что я выиграла 200 латов. Вы получили сообщение от Теле2? От Теле2, да, я получила их. Телефон ваш смысл, пожалуйста, я проверю. Мой телефон 26, 72, 33, 58. Да. Здравствуйте. Если вам отправляли такое сообщение, нам показывают, что это в основном в целом туристе, вы никогда уже пополняли ваши телезрители. Да. Вы знаете, дело в том, что вы пополняли 3-е числевые карты пополнения предельных, и затем ваш дом наш телезрона выиграл у акции, то есть, что вас можно разговорами не прийти, то есть, что будет же сумма с алицинами. Я вам сейчас принято все условия акций, которые вам необходимо выполнить, чтобы получить ваш телезритель. Да. Да, хорошо. Да, хорошо. Ага. Данные центральной системы сделать перечисление на ваш предельный 323 лата. Делайте, забудьте, что вы хотите получить ваш приз на разговор. Да, да. Если вы желаете получить этот приз на личный метр, то при этом мы поставимся таким же, только в данном случае необходимо приобретать две такие карточки, каждая за 12,95. Ага. Да, хорошо. Да, хорошо. Я сейчас у меня здесь рядом древненько киотки, я в Вегу и куплю. За 12,95? Да, да, да. Да, да, да. Спасибо, спасибо большое. Да, до свидания. Я вот купила карточку. Так, номер телефона назовите ваш? 26. Да. 72. Да. 33. Да. 58. А вы хотели выполнять на разговор? Да, да, да. Я одну карточку купила. Я одну карточку купила. Да, да, да. Не-не-не-не, нет. Да, нет. Да, нет. Званье, пожалуйста, за карточку. Сейчас, сейчас я тут потру. Так. Ага. Так. 85. Да. 65. Да. Да. 59. Да. 0,8. Да. 2. Да. 0. Да. А, еще один еще в конце. 1. Да, да. Скажите, я вот сейчас покупала эту карточку. Мне сказали, что Теледва не проводит таких акций, что это может мне позвонить еще по информационному какому-то телефончику, узнать, как это все будет. Как это не проводит такую акцию? Вы смотрите, телевизор, кто ведет акции? Это акции рекламы. А, это акция рекламы, да? То есть я точно получу денежки, да, на карточку? Конечно, конечно, вы можете мне, ну, на всех беспокойствах выполнять, ослабляйте, и у вас приз получите. И второй наш разговор с мошенником был похож на первый как две капли воды. Разве что его финиш должен вас позабавить. На этот раз номер телефона, который якобы выиграл 200 латтов, был нами попросту выдуман. Добрый день. Здравствуйте. Мне пришло сообщение. Вот просто я там 200 латтов выиграл у вас. Вы получили сообщение от инфортатора? Ну, да. Номер телефона назовите, да, я проверю. 2611-2376. Да. Какой город вы нам живете? Ну, я здесь, я местный риски. Вы пополнили кредит, счастливая карта о пополнении кредитах, и в связи с этим, в связи с этим ваш номер телефона выиграл в акции. Уважаемый, скажите, пожалуйста, а сколько людей вы развели на сегодняшний день? На каком опыте? Да. В общем, тебя, ты, да, тебя там и в сухую же время. И ты. В ситуацию, в какую могли бы попасть наши коллеги, если бы они не подыгрывали мошенникам, а реально стали выполнять все их требования, мы предложили прокомментировать сразу двум толковым специалистам. Это очень распространенный тип мошенничества, рассылка мистических сообщений, что вы выиграли там энную сумму. Если вы получаете на мобильный телефон сообщение, что о выигрыше энной суммы, указывается телефон, по которому надо звонить и узнать, как получить данный выигрыш. Как правило, людям просят сразу купить 2-3-4 золотые рыбки или О-карты по пополнению кредита и назвать пин-коды. В дальнейшем действие мошенников? Они просто пополняют свой кредит. Так они сами себе? Конечно, они пополняют свой кредит своего телефона. Таких лотерей, розыгрышей никогда ни одна компания по предоставлению мобильных связей никогда не устраивала. И что это уже показывает, что это уже мошенничество. Если все-таки человек сомневается, тогда в обязательном порядке надо позвонить в службу информационной поддержки данной компании по предоставлению мобильной связи и поинтересоваться, происходит ли такая лотерея, которая устраивает данная компания. Если человек попался, куда дальше ему обращаться? В государственную полицию? Да. Можно, конечно, в государственную полицию обращаться. Но, как правило, этот материальный ущерб, который нанесен человеку, он не очень-то большой. И, как правило, очень-очень трудно добиться какого-то, чтобы начали уголовный процесс по данному факту. Я думаю, больше этим должны заниматься как раз компании по предоставлению мобильной связи, потому что в каком-то смысле все-таки это удар по их имиджу. Абоненты Телли-2 часто получают сообщения о выигрышах, которые посылаются с целью незаконно получить пополнение своего счета с карточки предоплаты. Мошенники ведут себя очень уверенно, представляясь сотрудниками Телли-2, придумывают несуществующие имена и фамилии. Как правило, упоминается, что эти акции рекламируются по телевизору и радио. Чаще всего используются карточки предоплаты различных операторов. Очень часто мы констатируем тот факт, что эти мошенники находятся в местах заключения. Чтобы не стать жертвой мошенников, мы рекомендуем помнить, что Телли-2 отдельно или вместе с другими операторами подобные акции не проводят. Нужно особенно обращать внимание на номер, с какого было отправлено сообщение. Если сообщение отправляет Телли-2, тогда отправитель и будет Телли-2, без упоминания каких-либо воснежначных номеров. В таких сомнительных случаях, получив подобное сообщение, просим звонить в информационную службу Телли-2 по телефону 600, рассказать оператору, и он вас информирует, что подобные акции Телли-2 не проводит. Все операторы мобильной связи договорились о том, чтобы блокировать подобные номера после получения соответствующего заявления. Криминал-информ не случайно ввязался в переговоры с мошенниками. Нами двигало вполне объяснимое и неистребимое желание наглядно продемонстрировать телезрителям сначала и до конца всю схему одурачивания особо доверчивых и непросвещенных. А еще не лишне напомнить потенциальным жертвам прописную истину о том, что бесплатный сыр вас ждет исключительно в мышеловке и нигде больше. Поэтому никогда не стоит расслабляться и принимать за чистую монету все те дешевые обещания, которыми направо и налево стоят преступники. Будьте бдительны и осторожны.